Девушки отдыхают Девушки отдыхают Буквально мы покажем учителям химии Или может быть ребятам, которые только начинают изучать этот интересный предмет Как это сделать еще интереснее Суть нашего эксперимента это кислотно-основные индикаторы Кислотно-основные индикаторы это органические соединения Которые изменяют цвет при изменении кислотности Индикаторы широко используют в тетровании, в аналитической химии и биохимии Один из ярких примеров лакмус Ну что профессор, расскажите что будет дальше? Всем здравствуйте! Для данного эксперимента нам понадобится искусственный цветок Ранее опрысканный фенолфталиином данным индикатором И нашатырный спирт Нашатырный спирт, несмотря на то, что называется спиртом Является щелочью И фенолфталиин, как и лакмусовая бумажка Везде находит данную щелочь Что мы сейчас попробуем сделать? Как только нашатырный спирт испарится То наш цветочек вернется обратно в тот же цвет, в котором он был То есть белый То есть на тот же принцип действительно лакмусовая бумажка Преимуществом применения кислотно-основных индикаторов Является их дешевизм, быстрота действия, ну и наглядность Так что, дорогие учителя химии Посмотрите, как легко и просто можно заинтересовать ваших учеников Таким предметом, как химия Ну, мыслик, подготовься Что? А что случилось? Почему? Ну, как что? Объявляй свою любимую рубрику Там, где наша Катя Дмитриева рассказывает о последних новостях из мира науки И образования региона А то и всей страны, Катя Тебе слово Рубрика Дневник Всем привет! В 2016 году 25334 школьника, окончивших 9 классов, напишут основной государственный экзамен Чтобы получить аттестат, нужно пройти испытания по четырем предметам Математики, русскому языку и двум предметам на выбор Тестирование по математике во всем крае пройдет 30 мая А по русскому языку 3 июня Самым распространенным предметом на выбор стало общество знания Его сдают больше 15 тысяч человек Если по итогам учебного года у выпускников есть отрицательные отметки За должности по предметам Или же оценка за экзамен по русскому языку Либо математики не получена даже после пересдачи Тому выпускник аттестат не получает Волейбольная команда юношей Красноярского лицея номер 3 Представила наш край на соревнованиях сибирского и дальневосточного федеральных округов Серебряный мяч Они заняли первое место и получили путевку на всероссийский финал До новых встреч! Пока-пока! Хочешь стать героем программы или рассказать о самом крутом педагоге в своей школе? Мы ждем твоих приветов по вот этим адресам А мы продолжаем и сейчас я расскажу об уникальном событии Которое собрало сотни участников со всего Красноярского края Ну что, готово? Краевой фестиваль школьных музеев патриотической направленности Ух! Ну что, поехали! Рубрика «Современная школа» Накануне Дня Победы прошел краевой фестиваль школьных музеев и клубов патриотической направленности Открывать парад Победы, честь которой предоставляется немногим Однако эти ребята ее заслужили Все они представители лучших школьных музеев патриотической направленности Звание лучших – это результат кропотливой работы в течение года Фестиваль родился 11 лет назад и только прирастает новыми друзьями и территориями В этом году здесь были представлены более 50 районов края от юга до севера А это 150 тысяч участников, каждого из которых можно смело назвать патриотом У нас принято говорить о том, что патриотизмом занимаются только в дошкольных образовательных учреждениях Или дети младшего школьного возраста То как раз таки вот фестиваль, он ценен тем, что здесь взрослые ребята, молодежь А фестиваль также собирает еще и ветеранов Именно здесь, когда происходит общение поколений, когда дети с удовольствием их встречают, аплодируют Это, наверное, и есть тот патриотизм, о котором мы всегда и везде говорим А здесь он просто вот так Каждый год организаторы удивляют участников новыми номинациями В этот раз одной из главных тем стал год российского кино Каждая команда участница должна была подготовить своими силами Фильм «Отношения» о любимой картине на военную тему И рассказать, почему именно эта работа говорит о России И тех, кто боролся с врагом, лучше всего Команда музея Красноярской гимназии номер 13 выбрала фильм «У них есть родина» О долгом пути домой детей, увезенных фашистами для германизации Одним из прототипов героев этой известнейшей советской картины был красноярец Владимир Мажаров Мы сразу поняли, что именно про этот фильм будем снимать Так как мы встречались с ним и мы действительно считаем, что такие люди пристойны уважения Главная идея была показать то, что у каждого человека должна быть родина И каждый человек должен любить свою родину В этот раз из любви к родине ребята не только снимали фильмы, но проводили литературные гостиные Где разыгрывали настоящие спектакли с песнями и танцами И соревновались в мастерстве ведения экскурсий Кочерга – короткий, толстый, железный пруд с загнутым концом Который служил для размешивания углей в печи и заблевания жара Мы ценим в первую очередь, как экскурсоводы с нами работают Чтобы они были открыты, чтобы они не читали по бумажке Чтобы они рассказывали и знали ту тему, которую они представляют Есть действительно ребята, которые очень ценны нам лично Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из них, возможно, когда-нибудь стал экскурсоводом Сами ребята и правда давно решили, кем станут, когда вырастут Едины в одном – кто как, кто где, но будут служить Отечеству Я на самом деле настоящий подревод своей страны И так как наш музей, он все-таки музей авиации и космонавтики А я иду в следующем после школы на военную И вот, когда нам проводят экскурсию или когда мы сами что-то новое узнаем Это очень интересно Но помимо просто любопытства, эти школьники постоянно воспитывают в себе Другие положительные качества Чуткость к людям, уважение к старшим, интерес к истории своей семьи, своего города и народа И, конечно, искреннюю, честную и самую настоящую любовь к родине Со слезами на глазах и до последней капли крови Продолжим тему победы сюжетом об одной очень хорошей девочке Она актриса и большая молодец Можно сказать, наша хрупкая героиня одерживает победу каждый день Над собой, над своей болезнью А поводом для съемок послужил краевой фестиваль детских театров В которых заняты особенные актеры И все они одарены особыми талантами Итак, сцена, свет, занавес! Константин Борисович, посмотрите, какой большой медведь Наверное, он очень сильный Маленькая Лиза так близко медведя видит впервые Впрочем, как и жирафа, как и пингвинов с зубрами Говорит, ну где у нас, в Верхнепашино, а это, между прочим, в далеком Енисейском районе Найдешь таких красавцев Знакомьтесь, это наши зубры Вот, да, и я вам скажу один удивительный факт Всех наших зубров зовут на буквы Му И поэтому у нас есть Мурмурыч Это глава семьи, вот там, вот он самый большой Предлагаю вам придумать еще другие имена на Му Какие? Мучак Мустафа Мурка Да, хорошее имя Прогулка по самому большому за Уралом зоопарку Только один из пунктов программы Все эти мальчишки и девчонки приехали в Красноярск На большой фестиваль молодежных самодеятельных театров Рожденные от солнца У этого конкурса смотрят долгая история и большое сердце Некоторые актеры не просто учат тексты и мизансцены Но ежесекундно борются с серьезными недугами Организатор фестиваля Андрей Суворов рассказывает После аварии и инсульта, следствием которых стал статус Человек с ограниченными возможностями здоровья На себе понял, что такое социальная изоляция И решил, дети такого испытывать не должны И не будут Вместо этого они докажут всем Что такие же творческие, открытые и талантливые Только-только начинается понимание того, что инвалиды Те же люди, только они по другому мыслях Я уважаю безмирно слепых, которые играют на инструментах Поют У них другое миропонимание Попробую идти за глаза и хотя бы день так проходить Ужасно уважаю тех людей Которые не сдаились и не плящут и работают А в том, что ребята здесь работают, сомнений нет В финале 13 творческих коллективов А номинаций всего три Музыкальный спектакль, драматический и художественное слово Старание актеров оценивает строгое жюри Председатель которого сходу делает замечание коллегам Поблажек не будет Это конкурс Победить должны лучшие И вовсе не важно, с особенностями здоровья актер или же нет Иногда невозможно определить, когда читаешь, что оказывается Человек не способен к творческой работе, не способен к выполнению каких-то простейших функций А он так же, как и нормальные дети, танцует Ну, разговоры там бывают, что бывают трудности речевые Но видишь, что он преодолевает их У нас критериев много, критерии сложные Вроде бы как и не очень нужные, наверное В полном объеме для всех коллективов Но вот главный критерий Это зажглось солнышко Появилась радость от этого Значит, все в порядке За шесть лет жизни фестиваля Солнышко зажглось в более чем тысячи сердец юных актеров Из самых отдаленных уголков края Для каждого из них И в первую очередь для ребят с ограниченными возможностями здоровья Это не просто игра, но и реабилитация Социальная и физическая Дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски и звуки Учатся общаться и понимать эмоции других Адекватно реагировать на самые разные ситуации Константин Лыжин из Енисейского района Рассказывает, заболел театром еще в детстве Отучился у последователя Товстоногова в Гитисе И вот уже 25 лет ставит спектакли Для детей зрителей и детей актеров Выбирает те постановки, что помогут ребятам Раскрыть таланты, которые, может быть, пока дремлют Сегодня мы привезли спектакль «Все мыши любят сыр» Дюла Орбана Это знаменитые венгерские драматурки И пьесы всем известные, театралы Это о том, что надо жить дружно И о том, что и серые, и белые мыши Любят не только сыр, а, конечно же, мир Который мы должны сберечь Константин Борисович говорит Наша студия – большая семья Я для них и папа, и мама, и учитель И жилетка для слез, и скорая помощь Театр инклюзивный, поэтому есть ребята С особенностями здоровья И они радуются своим ролям Большим и малым Радуются зачастую наперекор боли Помните девчушку из начала сюжета Лиза – хрустальная девочка За красивым названием кроется грозный недуг Несовершенный остеогенез Это означает, что кости скелета хрупки настолько, что могут сломаться при малейшем давлении Но, несмотря на это, Лиза – одна из ведущих актрис детского Верхнепашинского театра Сегодня у нее главная роль и четкий план на будущее – быть на сцене И какой-то там диагноз этому не помеха Театр, мне кажется, что открыл меня с другой стороны Я стала более общительной Ну, у нас нет такого, чтобы обидеть У нас все там дружелюбные, добрые Меня театр учит к любви жизни и доброте А почему ты тебе это так важен? Ну, понимаешь Потому что ты мне нравишься Смотри На Муна улыбается Как же здорово, когда люди находят себя в творчестве и готовы дарить радость всему миру И, конечно, себе Спасибо всем, кто помогает ребятам с особыми возможностями здоровья жить такой интересной и полной жизнью А тебе я напоминаю о том, что мы очень ждем интересных историй из твоих школьных будней Звони и пиши на наши редакционные адреса Да-да, я очень жду Ну, а на этом у нас все И мы с тобой прощаемся на целых три недели Увидимся 8 июня Да-да, у нас тоже бывает отпуск Пока-пока Ох, как же я буду по тебе скучать И все-таки пусть у тебя все будет на отлично Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok